Богат о нашей земле талантами всегда говорил и буду говорить эту фразу, ведь правду скрывать не надо. Абсолютно верно. В Тюмени прошел всероссийский конкурс-фестиваль «Вершина творчества». За звание лучшей фразы в номинациях боролись 1300 детей со всей страны. А ими бесспорно стали наши сегодняшние гости. Воспитанник Багандинская детская школа искусств Доктовения Константин Апакидзе. И преподаватель ансамбля народного танца «Сибирский припляс» Боровской детской школы искусств «Фантазия» Ирина Кондратенко и Сергей Панов. Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Победители! Ну, конечно же, с победы, прежде всего. Всех вас. Да, Костя, и ваши подопечных, конечно же. По порядку. Кость, ты в художественном слое выступал. Стал лучшим. Да, стал лучшим. Ты читал стих. Давайте померяемся с тобой, кто кого любит. Я жуткий фанат Сергея Есенина. Ты кого любишь? Ерберт Оллсен. Ух ты! А кого-то из нашей страны? Пушкин. Пушкин. Толстой. Чехов. Все, все, все. Одну секунду. Сколько тебе лет? Тринадцать. А вам мы не упоминаем. Сейчас вот моя мама смотрит и позвонит после этого, скажет, видел, вот в тринадцать лет, как ребенок должен отвечать. А это первая твоя победа? Это нет. В художественном слое. То есть ты уже такой опытный. Ну, даже то, как Костя отвечает, видно, что для него это обыденность. Понимаешь? Слушай, а вот есть какая-то награда, которую бы ты прям хотел получить? Ну, в мире, может, России. Или, может быть, у тебя есть мечта, связанная вот с своими выступлениями. Мечта, говорите? Стать оратором. А-а-а. Да ты что? Ну, то есть на какой-то большой площадке, например, Большой театр Москвы, там ты. Или ведущий программу «Трассваби» через 10 лет. Ну, что на одной ступеньке? Мы поняли. У Гости Большой амбиции, Большой театр Москвы. Пожалуйста, мы уже готовы вам артисты предоставить. Первый ряд, фанаты и так далее. Ирина и Сергей, ваши подопечные стали. У вас есть прекрасный ансамбль народного танца, «Сибирский перепляс». Вы довольны выступлением своих подопечных? Потому что я знаю, что у руководителей всегда не дожали. Ну, как бы оценки хорошие, но... Всегда она стремится к лучшему, большему. Не надо останавливаться на достигнутом. Ну, то есть есть претензии. Наш принцип. Ну, претензии нет, но надо все равно танцевать лучшим. Но когда они стали лауреатами, что вы им сказали? Ребята, молодцы! Или, ну, то есть внутри все кипит, но вы скромно. Молодцы, но есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться. Ирина, ансамбли народного танца все меньше и меньше. Где вы находите ребятишек? Вот вы можете сказать, но есть тяга к народности? Сейчас уже пропадает. Ну, дети у нас есть, поселок Коборовский. Мы их ниоткуда не привозим. Конечно, к народному творчеству есть спад, например, по сравнению с современной хореографией. Но если на территории, в школе есть традиции именно народного творчества, и они поддерживаются, ну, в принципе, это несложно. А до какого вы равняетесь? Понимаешь, что современный танец много всяких там этих ансамблей. Можно посмотреть мировых. А вот вы на кого? Да как же, у нас много примеров. Да, может быть, что-то пример сказать. У нас ансамбля Игоря Моисеева по областям государственной академической ансамбли. Ну, и у нас Тюмени. Вдохновляться есть с кем. Конечно, академический ансамбль танца «Зори Тюмени». Кстати, Сергей Владимирович, выпускник этого ансамбля. «Зори Тюмени» – выпускник. А, молодец. Ну, я прям чувствую, между вами химия происходит, потому что Таня у нас тоже танцевала в прошлом, понимаете? А у нас с Костей мы прямо смотрим друг на друга и понимаем, что мы понимаем, о чем говорим. Я в театральном институте Кость тоже читал в свое время. Опять напоминаю. К сожалению, я уже стал… Ну, мы это за эфиром тоже обсуждали. Так, давайте, что дальше? Ну, понятно. Планы. Ты победил. Что дальше? Какое ближайшее выступление у тебя? Я хочу послушать. Где мне тебя послушать? Костя пока не знает. Надо созвониться. Я понял, что в Большом театре мы встречаемся через год, в Москве, да? То есть в ближайшем… Ну, надо дожить еще. Надо дожить. Ты говоришь, как стандартный российский гражданин. Где можно увидеть замечательный танцы прекрасного ансамбля «Сибирский перепляс». В Галшманово, Галшмановский район, областной конкурс. Таланты Тюменского края. А после заезжайте в Тюмень. После в Тюмень. Да, поговорили. В конце ноября в Тюмень. Ну, с наградой. Это все с песни и пресками, как всегда. Так, дорогие друзья, на этом… У меня есть канал в Инстаграме, в Ютьюбе есть. Можно следить. Поэтому на что можно посмотреть. У тебя есть Инстаграм, Костя? У меня нет, у меня ВК. Да что ж ты? Так, нам с Костей нужно строго о чем-то поговорить. Но для начала, знаете, мы хотим еще раз всех поздравить, всех участников, всех победителей. И прямо сейчас обратите ваше внимание на сцену, потому что для нас выступят еще одни победители в фестивале «Вершина творчества» в номинации «Инструментальное искусство» это Никита Крамарев и Александр Семин. Играет музыка «Инструментальное искусство» Играет музыка «Инструментальное искусство» Играет музыка «Инструментальное искусство»